Филиал Краевического музея связи Сибири по-своему уникален. Выставленными здесь экспонатами еще совсем недавно пользовались люди. Особое место среди знакомых предметов занимают экспонаты стационарных телефонов. Самый первый телефон, как известно, был создан Александром Беллом, американским изобретателем. Это произошло в 1876 году, именно тогда, на Всемирной выставке Филадельфии. Он представляет свой вариант аппарата, который сам называет говорящим телеграфом. В конце 19 века телефон начинают триумфальные шествия по всем странам, в том числе и в России. Первым обладателем телефона, конечно, была царская семья. Первый телефон с номернабирателем, дисковый именно такой, он как раз был у царской семьи в дворце. Правда, Николай II не очень любил пользоваться телефоном, как известно, а вот царская семья, как царица, так и дочери, очень любили использовать эту современную новинку. В музее можно увидеть самый первый телефон с ручкой, который соединял с барышней-телефонисткой. Развитие телефонии способствовало созданию рабочих мест для женщин 19 века. Только вот на работу было устроиться совсем непросто. К профессии телефонистки большие претензии предъявлялись. Например, рост ее должен был составлять не менее 165 сантиметров, а в сидячем положении не менее 128 сантиметров, для того, чтобы доставать до определенных отверстий в ручной и телефонной станции. Например, также она должна была быть незамужней, либо бездетная вдова, либо девица. Связано это было с тем, что считалось, что заботы и думы замужних, да, будут отвлекать их от этой работы, которая требовала большой такой высокой концентрации. В музее можно увидеть все модели телефонных аппаратов, в том числе и телефоны-автоматы. Посмотреть, как работает электрический коммутатор и вспомнить, как набирается номер на дисковом аппарате. Есть различные селекторные телефоны, которые использовались для проведения совещаний, а также и самые первые сотовые телефоны. Начиная с мобильных телефонов фирмы Моторола, так называемых кирпичей, да, знакомых нам по началу 90-х годов. И, например, у нас есть такой достаточно знаковый телефон того времени, а именно телефон фирмы Моторола Стартак. Это первый телефон-раскладушка, первый телефон с виброзвонком, и одна из популярнейших тогда моделей. В мире была продана порядка 60 миллионов экземпляров. И до сих пор стационарный телефон необходим многим людям. По нему вызывают скорую помощь и аварийные службы. Он установлен в государственных и муниципальных учреждениях. Если задать разным людям вопрос, есть ли будущее у домашнего телефона, то многие ответят – да.